Детское радио представляет Поговорим по-английски В языках можно узнать столько интересного Смотреть новые мультики Читать книги Посещать музеи Но ведь смотреть мультики и читать книги Можно по-русски? Почему так необходимо изучать иностранные языки? Как правило, люди изучают иностранные языки Для того, чтобы лучше понимать культуру другой страны Это особенно важно, если ты собираешься много путешествовать Кстати, для будущего общения во время путешествий Нам очень пригодятся некоторые фразы Давай-ка выучим их по-английски Ходить в музеи Visit museums Посещать выставки Attend exhibits Читать книги Read books Теперь давай повторим вместе Visit museums Ходить в музеи Attend exhibits Посещать выставки Read books Читать книги Давай послушаем, как звучат эти фразы по-английски В разговоре двух американцев Учитесь слушать What do you like to do? Oh, I like to read books What about you? I like to visit museums I like to attend exhibits, too It's very interesting Yes, it is interesting И как, ребята? Вам все было понятно? Давайте на всякий случай переведем этот диалог Первая фраза диалога What do you like to do? Переводится, как Что ты любишь дел? А можно по-английски сказать What do you like doing? Можно Это будет немного другая грамматическая форма Но и тот, и другой вариант абсолютно правильный Еще можно спросить What do you enjoy doing? Глагол enjoy означает получать удовольствие Наслаждаться Так что фраза What do you enjoy doing? Переводится на русский так же, как и What do you like doing? То есть, что ты любишь делать А теперь давай я буду говорить по-английски, а ты переводить Oh, I like to read books What about you? Это значит, я люблю читать книги, а ты? I like to visit museums Мне нравится ходить в музеи I like to attend exhibits, too It's very interesting Еще мне нравится ходить на выставки Это очень интересно Yes, it is interesting Да, это действительно интересно Здорово! Давай теперь снова послушаем весь диалог на английском Учитесь слушать What do you like to do? Oh, I like to read books What about you? I like to visit museums I like to attend exhibits, too It's very interesting Yes, it is interesting Думаю, теперь ребятам было проще слушать и понимать настоящую английскую речь Ведь речь англоговорящих людей сильно отличается от речи тех, для кого английский не родной язык Поговорим по-английски А можно научиться говорить без акцента, чтобы никто не понял, Может, и иностранец Можно, но для этого надо очень много тренироваться и очень внимательно слушать, как говорят по-английски те, для кого это родной язык Да, изучение языка требует большого труда По-русски договорить и читать гораздо проще Но ведь намного интереснее прочитать книгу, например, о Винни-Пухе по-английски То есть именно так, как она была написана, а не так, как ее перевели А что, перевели неправильно? Да нет, дело не в этом Просто всегда лучше читать книгу или смотреть фильм на языке оригинала Так говорят, когда читаешь на родном языке автора Тогда тебе гораздо ближе и понятнее то, что хотел выразить писатель или режиссер Ведь очень часто одно и то же слово имеет совершенно разные значения И тогда одного словаря для перевода недостаточно А ты знаешь такие слова? Конечно, и ты тоже их знаешь Например, слово can, как глагол, означает способность что-то делать Я могу или умею читать I can read Я умею плавать I can swim Да, я знаю это слово Например, я умею или могу бегать I can run Или вот еще, я умею играть в теннис I can play tennis Разве у этого слова есть другое значение? Ты удивишься, но то же самое слово can еще переводится как консервная банка Например, металлические банки, в которых продаются напитки, тоже называются по-английски can Ух ты, а в английском и американском варианте все слова одинаковые? Ты, наверное, хотел спросить, все ли слова в американском и британском вариантах английского языка означают одно и то же? Да Не всегда Американский, британский и английский не сильно различаются Но, конечно, есть некоторые слова и выражения, которые имеют разные значения А ты можешь нам рассказать? Пожалуй, один из самых забавных примеров – это слово bottle Как ни трудно догадаться, оно переводится как бутылка Но это только в американском варианте языка Для англичан слово bottle, помимо первоначального значения, имеет еще и совершенно другой перевод – храбрость или ее отсутствие Например, выражение his got no bottle американец переведет, как у него нет бутылки А вот для англичанина эта фраза означает У него недостаточно храбрости или не хватает духа Также выражение give it some bottle в переводе с британского английского означает Приложи усилия, например, для решения какой-то проблемы Американец же решит, что речь опять-таки идет просто о бутылке Забавно! А есть еще такие смешанные слова перевертыши? Конечно! Например, всем известное слово cracker Для американцев, как и для нас, говорящих на русском языке, слово cracker означает сухое печенье А вот в Англии так называют хлопушки, которые любят запускать во время праздников Вот видишь, как важно говорить на языке, тогда он станет живым и ярким Когда ты называешь язык живым, ты тоже имеешь в виду другое значение? Очень хорошее замечание! Да, в русском языке тоже есть слова, которые в зависимости от ситуации могут иметь разные значения Теперь ты понял, как важно изучать иностранные языки? Да! Давай послушаем какой-нибудь более сложный диалог С удовольствием! Учитесь слушать! Как тебе этот диалог? Что-нибудь понял? Я понял, что нужно как можно больше заниматься, если хочешь говорить на другом языке и понимать людей из других стран То есть, вам с ребятами нужна помощь? Yes! Что ж, давай переводить все по порядку Привет! Я Элис. Как тебя зовут? Привет! Я Питер. Рад познакомиться Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Откуда ты? Я из Нью-Йорка. А ты? Откуда ты? Я из Англии. Из Лондона Чем ты любишь заниматься в свободное время? О, я люблю читать книги и ходить в музеи. А ты? Я люблю играть в теннис и кататься на велосипеде. Еще мне нравится играть в бейсбол и плавать. Это здорово! Давай играть вместе! Какой ужас! Вроде все слова знакомые, а все сливается и ничего не понятно. Не отчаивайся! Единственный способ решить эту проблему – это побольше слушать и практиковаться. Чем больше слов ты знаешь, тем проще тебе будет услышать знакомые звуки в слитной речи. Как это? Например, в этом диалоге вы наверняка узнали такие слова и фразы, как «What's your name?», «Ингланд», «Лондон» – это уже знакомые вам слова. Поэтому ваш слух выделяет их из остальной речи. Чтобы выучить язык, надо как можно больше слушать иностранную речь и, конечно, как можно больше говорить самому. Кстати, как сказать по-английски «говорить на иностранном языке»? «Говорить на иностранном языке» по-английски звучит как «Speak a foreign language». Я очень люблю путешествовать. По-английски это звучит «I like to travel». Или «I enjoy traveling very much». И ты наверняка заметил, что люди в других странах искренне радуются, когда с ними разговаривают на их родном языке. А почему они радуются? Они видят, что им оказано уважение, респект. Они понимают, что раз иностранец хорошо подготовился к поездке, значит он воспитанный, вежливый и образованный человек, который искренне хочет познакомиться с особенностями их страны. Такому путешественнику хочется помочь. А как по-английски «вежливый» и «образованный»? Вежливый будет polite, а «образованный» переводится как educated. Polite and educated – вежливый и образованный. I like to travel – мне нравится путешествовать. А мне очень нравится, что ты задаешь много вопросов. Это поможет тебе стать не просто образованным, а well-educated person – очень хорошо образованным человеком. А что еще нужно делать, чтобы стать well-educated – хорошо образованным? Для начала было бы неплохо запоминать ответы на те вопросы, которые ты задаешь. Хотя бы относительно английского языка. И, конечно, необходимы практические знания. А что такое практические знания? Это означает, что человек может переменить на практике те науки, которые изучил в школе. На практике, то есть в жизни. Использовать в жизни те знания, которые приобрел. Ясно. А как это будет по-английски? По-английски практическое знание звучит как practical knowledge. Значит, нам нужно practical knowledge. То есть практическое знание языка, чтобы свободно общаться с теми, для кого английский родной. Конечно. Кстати, на какое русское слово похоже английское прилагательное practical и глагол to practice? Дай подумать. Practice, practical, практика. Практиковаться? Совершенно верно. Русское слово «практиковаться» как раз означает «тренироваться», чтобы стать лучше и достичь полного знания и понимания иностранного языка. Так давайте тренироваться. Да мы этим и занимаемся. А теперь давайте повторим новые слова, которые мы услышали в этой программе. Мы начали с того, что выучили выражение, которое означает то, чему любим заниматься, то есть наше хобби. А еще мы знаем, как плей теннис, играть в теннис, плавать, сути. Верно. И мы повторили глагол, который позволяет нам все это делать. Глагол can. Он переводится как могу или умею. Например, я могу плавать. Я умею читать. Я могу бегать и прыгать. Я не знаю, что это значит. Конечно, потому что с тобой это бывает крайне редко. You are never still. Stay still означает оставаться неподвижным или просто спокойным. Не бегать, не прыгать, не кричать. А фраза you are never still означает, что ты никогда не сидишь на месте. На эту тему есть одно смешное детское стихотворение. Давай я тебе его прочитаю. Попозже мы переведем это стихотворение. Поговорим по-английски. А что такое уиггл? Вообще-то слово уиггл переводится как вилять. Но в данном случае оно означает то движение, которое ты делаешь, когда шевелишь пальчиками. Об этом и стихотворение про маленьких непосед. Можно даже поиграть в такую игру. Непоседы детишки шевелят пальчиками на руках и ногах. Шевелят плечиками и коленочками. Даже носик не сидит спокойно на месте. Тогда давайте все вместе побегаем и попрыгаем, а когда все вихлялки и шевелелки из нас выскочат, давайте посмотрим, кто может дольше других оставаться спокойным. Конечно, в русском языке нет слов вихлялки и шевелелки, но по-другому слова виггл не переведешь. Хорошая игра. Ребята могут играть дома с родителями и с друзьями. Только давай, Дэн, сначала переведем некоторые слова. Ай, это я. Уиггл двигаю и шевелю. Май, мой. Фингерс, пальцы на руках. Я, это я. Уиггл, шевелю. Май, тоуз, пальцы на ногах. Ай, уиггл, май, шоудерс, я шевелю плечами. Ай, уиггл, май, ноуз, а я шевелю даже носом. Now the wiggles are out of me, see how still I can be. А теперь, когда из меня выскочили все вихлялки и шевелелки, видишь, каким спокойным и неподвижным я могу быть. Да ведь сидеть на месте скучно. Трудно все время быть хорошим и положительным. Хочется приключений. А что мешает тебе быть положительным, хорошо воспитанным и образованным искателем приключений? Но ведь искатели приключений, они такие храбрые, сильные, ловкие, смелые, как моряки, первопроходцы, пираты, шпионы. А кто тебе сказал, что моряки и первопроходцы не могут быть воспитанными и образованными? Между прочим, и шпионы, и разведчики все были очень хорошо образованными и подготовленными людьми. А уж о пиратах и говорить нечего. Ты хочешь сказать, что пираты были воспитанные и вежливые? Не всегда, но они совершенно точно очень много знали и в первую очередь говорили на многих языках, а также неплохо знали обычаи и традиции других народов. И, конечно, как все мореплаватели, в совершенстве владели науками, необходимыми для успешного завершения своих походов. Ты имеешь в виду, что они знали географию? По крайней мере, у них было очень хорошее практическое знание тех морей и океанов, где они плавали или ходили, как говорят профессиональные моряки. По-английски моряк – это сейлор. Поговорим по-английски. Один из таких моряков-поискателей приключений создал ту часть города Чикаго в Америке, где мы с тобой жили этим летом. Как-то создал, построил? Не совсем. Ведь не из-под земли же он его взял? Не из-под земли, но из-под воды. Это как же? Long time ago, давным-давно, более 120 лет назад, жил в Америке некий капитан Джордж Веллингтон Стритер. Капитан по-английски будет кэптан. В 1886 году, во время сильного шторма, по-английски это storm, его корабль, шип, разбился у берегов города Чикаго. The city of Chicago. Так как у капитана не было ни денег, ни желания ремонтировать свой корабль, он оставил его лежать наполовину под водой. По-английски «под водой» будет «underwater». А сам остался жить в той части корабля, что не затонуло, и теперь как маленький домик возвышалось над озером. Above the lake. Через какое-то время капитан заметил, что около его корабля образовалась мель. Sandy ground mass, то есть песчаная часть суши. Предприимчивый капитан Стритер тогда самовольно объявил свою часть суши районным озером Мичиган, Lake Michigan District, и разрешил в этом месте свалку мусора, других разбитых кораблей строительного мусора. Чем больше мусора скидывали в озеро, in the lake, тем больше песка, то есть sound mass, задерживалось на поверхности, так как ему было за что зацепиться, и тем больше разрасталась часть суши недалеко от берегов Чикаго, прямо в озеро. Сначала получился небольшой островок, Island, а потом он соединился с берегом, на котором стоял город, The City. Сам капитан Стритер переехал жить на корабль побольше, который сел на мель в районе Новой Земли, привел его в порядок и назвал своим замком, Castle. В общем, когда городские власти забили тревогу, Стритер владел уже значительным участком земли на берегу озера Мичиган, которое он на самом деле буквально досталось под водой. Здорово! И он остался там жить? К сожалению, удержать права на этот участок в дальнейшем капитану не удалось, и городские власти забрали эту землю себе. Но без участия капитана Стритера и его замечательной идеи не было бы сейчас той части города Чикаго, где мы с тобой жили. Она и по сей день называется в честь капитана Стритервиль. Так что, как видишь, смекалка, знания и способность мыслить нестандартно может помочь даже создать город на воде. Да уж, вот у кого действительно было практическое знание. Но капитан Стритер уж точно не сидел сложа руки. В этом не придется с тобой согласиться. А теперь, увы, наша программа подходит к концу. Давай пожелаем ребятам новых успехов в изучении английского языка. И до новых встреч! И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Пока! Поговорим по-английски!